Сбегала я сейчас в магазин, в принципе, как проходят сейчас все мои дни. Я сижу дома, сижу на дистанционке, проверяю домашку, выкладываю домашку, готовлю, убираюсь дома, хожу в близлежащий магазин, показываю вам продукты. Всё. Ничего интересного, ничего весёлого. Я уже половину продуктов разобрала, купила чай, купила тут себе всякие разные вафли, альпингольд, казинак, конфетки. Тут вытащила творог, сейчас его буду есть. Тут у меня также мармеладные дольки, муку взяла, штрудель-батон, так, и там ещё одна пачка муки. Основное у меня тут лежит в холодильнике. Вот такой вот взяла йогурт, биокефир, огурцы. Так, здесь у меня сметана, там масло. И вот ещё взяла шоколадную омечку. И вот такой вот прикольный какой-то смуси йогурт, киви, фейхуа, шпинат. Я, кстати, уже покупала два других вида этого йогурта Валио, очень вкусный. Тут у меня лимончик. Здесь взяла молоко, сгущёнку. Это у меня махеев. Тут майонез. Вот этот, кстати, мне очень нравится. Соус махеев у меня есть барбекю, очень вкусный. И также вот сегодня купила сырный. Надеюсь, тоже будет вкусненький. Всем доброе утро, я жарю блинчики. Это у меня уже какой-то предпоследний блин. Это вот то, что я уже нажарила. Также сейчас я смешаю творог со сметаной. И нафарширую блинчики. И буду завтракать. Такие блинчики у меня получились. Там у меня разогревается чайник. Сделаю себе кофе и буду кушать. На улице идёт такой сильнющий ливень. Обалдеть просто. Дождалась я свою доставку. Первый раз вообще пользовалась таким сервисом. Служба доставки еды называется Самокат. Мне проходила акция. В группе ВКонтакте кто-то выложил. Я решила воспользоваться. Если делаешь первый заказ в этой службе доставки от 500 рублей, то можешь получить скидку 300 рублей. Это очень выгодно, мне показалось. Я решила сделать заказ. Короче говоря, всё вот это дело мне обошлось в 353 рубля. Вот столько пакетов. Представляете, мне даже шоколадку Кит-Кат положили в такой вот отдельный пакет. Служба доставки сработала отлично. Меньше, чем за полчаса мне принесли мой заказ. А сейчас у нас полдвенадцатого. Не знаю, как она работает, круглосуточная или нет. Но, в общем, доставка очень быстрая. Всё супер. Так, покажу, что я заказала. Зева. Дальше шоколадка Кит-Кат. Здесь у меня картофель красный 2 килограмма. Как видите, очень даже хороший. И мне нравится, что не нужно это всё дело тащить из магазина. Потом заказала вот такую вот раннюю капусту. Здесь у нас яйца, кстати, свежие. И также два вот таких вот средства. Они тоже были на скидке в этом магазине. Это косметика Майна Либе. Органическая косметика. У меня это гель для мытья посуды с мелиссой и лимонграссом. У меня сейчас на кухне стоит точно такой же, только с ароматом манго. Он уже скоро закончится. И вот взяла на смену. Кстати, хороший гель. Надеюсь на состав, что он действительно органический. Пенится, конечно, плохо за счёт того, что органический. Но, по крайней мере, он более-менее безопасный. И на пробу взяла вот такое чистящее молочко. Тоже мне нужно было какое-то чистящее средство для кухни и ванной. Тоже я люблю подобные средства. В общем, будем тестировать. Надеюсь, тоже средство будет хорошее. Всем добрый вечер. Сегодня у нас 30 апреля. Завтра уже май месяц. С ума сойти. Апрель пролетел очень быстро. Я вот даже у кого не спрошу, все говорят с точностью, что апрель месяц пролетел незаметно, очень быстро. И я с этим действительно соглашусь. По-моему, это был самый быстрый месяц за всю мою жизнь. Завтра уже будет май. Праздники. Но мы, как обычно, все сидим дома. Я тут решила прибраться вот в этом шкафу. Знаете почему? Я, конечно, не хотела тут ничего трогать, но завелись жучки. Такие вот маленькие противные черные жучки. Они совсем крохотные. Ну, буквально там, может, миллиметр или два миллиметра. Они без крыльев. Они не летают. Но они везде ползают. И меня они, естественно, бесят. Потому что они завелись у меня также в муке. Ну и, короче, все мы знаем, если есть какой-то зараженный продукт, то потом эти жучки начинают там откладывать свои яйца. Везде ползают, везде вылупляются. И потом заражают все возможные другие крупы. Часть круп я уже убрала в холодильник. Там у меня новые крупы. А с мукой не знаю пока, что делать. Ну и, короче, я решила найти этот источник, где же эти жучки завелись. Нашла. Нашла, причем довольно-таки быстро. Вот здесь вот есть какие-то продукты. Я не знаю, сколько им уже лет. Но они здесь были. Естественно, я это все сейчас повыкидываю. Здесь все протру. И надо будет продезинфицировать. Дезинфицировать я буду, наверное, уксусом. Сделаю раствор. Давайте покажу вам, где были эти противные жучки. Короче, вот фу. Мне так неприятно это все показывать. Видите, какая-то старая овсянка. И тут, короче, куча-куча вот этих жучков. Вот их основной источник. Здесь еще есть одна крупа овсяная. Короче, сейчас я это все сразу выкину в мусорку. И буду тут все чистить. Так что, девчонки, проверяйте свои крупы. Не храните старые крупы. И вообще, периодически нужно действительно проверять всякие свои запасы круп, муку. И очень часто, если мы даже в магазине покупаем какую-то муку, она уже часто бывает зараженная. Так что, сегодняшний вечер я посвящаю уборке на кухне. Помыла я сегодня голову. Сделала рядок на вот эту сторону. И вот так вот уложила свои волосы. На губах у меня карандаш от NYX. Такой достаточно темный. Куда я собираюсь? Я иду сейчас за заказиком Wildberries. Можно было, конечно же, заказать курьерскую доставку. Но я решила сходить в Путказыч и заодно прогуляться. На улице очень много людей. Все гуляют. И я также смотрю, что почти все ходят без масок. Все, наверное, решили уже снять маски. Покажу вам также, что я заказала и что мне пришло. Сегодня 2 мая. На улице просто прекраснейшая погода. Плюс 16 и очень тепло. Я, конечно, надела теплую куртку на 9 этаже, где я живу. Мне показалось, что воздух очень холодный. А на самом деле внизу жарко. Прям такой теплый-теплый воздух. Ну ладно. Я забрала заказ с Wildberries в таком пакете Concept Club. Приду по мерю. Надеюсь, мне подойдет. Я заказала себе туфли. Но так как функции выдачи мерить нельзя, то приходится мерить дома. Сегодня я решила снова померить куртку, которую я покупала здесь где-то в конце января. Эта куртка подойдет на теплую весну и на осень. Как сейчас модно в таком бронзовом цвете. Эту куртку я забрала последнюю в магазине. И у нее размер 42. Я, конечно же, ношу не 42 размер. У меня 40-42, но больше к 40. И эта куртка мне большевата все-таки. Сказала, что она идет больше на 42-44 даже. Она, конечно, красивая. Но я люблю, знаете, куртки такие приталенные. Я не люблю оверсайз, например, одежду, которая висит как мешок. Даже если это модно, мне это просто не нравится. Поэтому я себя в этой куртке чувствую как-то некомфортно. Она сама по себе такая вот мягенькая. И сейчас как раз-таки на плюс 12 можно ее уже спокойно носить. Она идет с кармашками. Здесь у нее вот такой вот замочек. Я, к сожалению, этикетку срезала. Но я ее ни разу не выгуливала на улицу. То есть просто мерила ее парочку раз дома и все. Поэтому она абсолютно новенькая. Капюшон, кстати, здесь можно отстегивать. И сзади вот такой вот капюшончик. Сзади вот такой капюшончик, если нужно. Но курточка сама по себе классная. Блин, была бы она 40-го размера, я бы ее оставила себе. Но она мне правда большая. В плечах она мне нормально, но сзади вот это вот все висит на мне. Надо кого-нибудь потолще. Для этой куртки мне она все-таки велика. Поэтому я ее, скорее всего, продам. Где-нибудь на Авито, наверное. Но носить я ее точно не буду. Вот так вот всегда покупаешь что-нибудь, и потом в итоге не носишь. Вот я застегнула курточку. И, кстати, ее фишка в том, что, видите, спереди она как бы укороченная, а сзади она удлиненная. Смотрится тоже очень интересно и красиво. Но, опять же, она мне вообще как-то полнит. Не знаю, не нравится она, короче, мне. Поэтому я от нее просто избавлюсь. Итак, я уже сбегала в Wildberries, забрала свой заказ. Первое, что я там заказала, это были туфли из магазина Zendon. Я уже давно смотрю на эти туфли. Когда-то я их мерила также в самом магазине. Это не новая модель туфель. Они уже в Zendon недостаточно давно. Года два, может быть, даже и три. Но мне они всегда нравились, и тут на них была очень хорошая скидка. Они обошлись мне за 1400 с чем-то рублей. Это очень бюджетно. Сейчас также я вижу, что эти туфли разбирают, постоянно покупают. Многим они нравятся. Я выбрала, как обычно, 38 размер, и туфли мне подошли. Я этому очень рада. Ничего возвращать не придется. Это здорово. Также туфли были упакованы вот в такие вот чехольчики. Здесь есть дополнительные набойки. Ну, и тут всякие разные бумажки. В общем, это неинтересно. Теперь сами туфельки у нас выглядят вот так. Они очень классные. Они такие миниатюрные, такие миленькие. Смотрятся очень женственно. И сразу же хочу сказать, что эти туфли подойдут на узенькую ножку. Если у вас ножка широкая, то даже не смотрите в сторону этой модели. Потому что они будут вам узкие, эти туфли. И будут постоянно сжать ножку. Будет просто некомфортно. А у кого узенькая ножка, то подойдет просто отлично. У меня ножка узкая. Размер стопы у меня 24,5. Поэтому 38 размер мне подошел очень-очень хорошо. Каблук здесь небольшой. На первый взгляд кажется, что он гигантский. Но здесь 9,5 см. И на самом деле он очень удобный. Такие вот классные универсальные классические черные лодочки. Очень удобно. Я уже походила тут по квартире. Где-то полчасика. И знаете, очень мне нравится. Вот есть туфли на очень высоком каблуке. Одеваешь, и просто ты понимаешь, что у тебя нога уже не может стоять. Ты просто устаешь. И ноги начинают очень сильно болеть. Здесь такого нет. Очень комфортные туфельки. Каблук смотрится очень классно. Какой же материал у этих туфель? Это не искусственная кожа. И даже не натуральная кожа. Это у нас искусственный велюр. Конечно, материал достаточно капризный. Но они так красиво смотрятся на ноге. Я прям не могу. Конечно, эти туфли больше подойдут в офис. Переобываться где-то на работе. На улицу тоже можно их носить. Но знаете, к ним будет липнуть абсолютно все. Любая пыль, любая грязь. Нужно будет их сразу же чистить. Если вы попадете, не дай бог, под дождь, это вообще просто будет кошмар какой-то. Мне кажется, можно сразу же туфли испортить. Но я планирую их все равно носить и на улицу, но и также на работу. Скорее всего, буду я их носить на работе. Как вторая обувь. Но туфельки вообще очень классные. Мне прямо они безумно нравятся. Я уже их ношу-ношу. Не могу прямо их дома снять. Хожу в них по квартире. Поэтому заказиком я очень довольна. Знаете, очень переживала. Думала, что туфли мне не подойдут. Потому что я не люблю заказывать туфли и одежду через интернет-магазин. Не померив, как правило, мне многое не подходит. Но тут чудо, туфли подошли. Они не маломерки, не большей мерки. Все отлично соответствует. Поэтому, если надумаете, девчонки, то советую купить. Если у вас узкая ножка, но они действительно смотрятся очень эффектно, очень красиво. Следующее, что я себе заказала, это продукт из уходовой косметики. Смотрите, как круто тоже было все запаковано. Сейчас я это вскрою. Мы с вами посмотрим. Очень порадовало, что компания Новосвит также в слюде оформила этот продукт. Можно даже кому-то так на подарок презентовать. Мне прям очень нравится, когда не просто картонная упаковка, а еще есть какая-то слюда. Я заказала от Новосвит крем для кожи вокруг глаз. Подтягивающий. Ламеллярный. Здесь написано 56+. Против темных кругов отеков. Разглаживает морщинки гусиной лапки. Знаете, я не смотрю на то, что здесь 56+. Как правило, вот именно такие крема, они действительно эффективные. Потому что они будут хорошо питать зону под глазами. Это как раз-таки мне сейчас тоже очень нужно и необходимо. На него были очень крутые и хорошие отзывы. И также он был по скидке за 180 рублей. Я решила его заказать. Закончится у меня мое средство, которым я пользуюсь сейчас. И как раз-таки буду использовать вот этот крем. Я всегда в поиске крема вокруг глаз. Не могу найти какой-то свой подходящий крем. Что-то пробую новенькое. Но пока мне ничего не нравится. Вот надеюсь, вот это средство будет действительно очень-очень хорошее. Вот так вот выглядит крем. Там еще внутри инструкция. Но я ее не стала доставать. Вот такой вот кремик. Достаточно хороший объем. 20 мл. Хорошая такая упаковочка. Надеюсь, он мне подойдет. Кстати, у кого был такой крем, то напишите, как он вам. Последнее, что я заказала в Wildberries, это была обычная туалетная водичка, которая стоила всего лишь 200 рублей. Это у нас компания Art Parfum. 65 мл. Вот так вот называется вода. Тоже она в слюде запакованная. И почему я ее заказала. Помните, я вам показывала свой заказик с сайта Beauty Depot, где я заказывала такой тестер от Moschino Cheap & Cheek Petals. И этот тестер идет без крышки. А крышечку можно было найти как раз-таки вот в этом дешевом аромате. Все это, в принципе, я купила после просмотра бьюти-блогера Мария. Она снимает видео тоже про парфюмерию. Там она как раз-таки заказывала этот тестер на бьюти-депо. И потом же она заказала крышечку для этого тестера на сайте Wildberries. Ну, я, в принципе, тоже решила сделать заказ. Я такая повторюшка. Но мне, на самом деле, тоже было интересно сделать заказ на бьюти-депо. Давно я смотрю тоже на этот сайт. Ну, и к тому же цена на этот тестер была очень привлекательная. Поэтому тоже захотелось что-то там купить и заказать именно этот тестер. Ну, и, конечно же, без крышечки смотрится не так красиво. А если мы покупаем этот аромат за 200 рублей, мы получаем крышечку. И будет уже очень все красиво. И будет смотреться как надо. Давайте тоже вскроем и посмотрим. Вот такой вот аромат. Конечно, конкретный просто закос под Moschino. Абсолютно такая же упаковка, такая же крышка. Конечно, все такое хлипенькое. Да, крышка-то держится хорошо. А вот эта вот штука, смотрите, я вот ее могу снять. И вот что здесь получается. Ну, да ладно, это нам не нужно. Меня здесь интересовала тоже крышка. Так что, да, спасибо всем девчонкам за идею. И вообще спасибо Маше за ее канал. Потому что у нее очень классные парфюмерные видео. Тоже часто там я их смотрю. И постоянно хочется после ее видео что-то себе купить и заказать. И давайте теперь примерим. Крышку от Art Parfum на наш тестер Moschino. Вот, защелкнулась. Все отлично подошло. И смотрите, какая теперь красотища получается. Флакончик здесь 100 миллилитров. Кстати, девчонки, если хотите попробовать Moschino Check Petals, то на сайте Beauty Depot действительно этот тестер стоит 700 с чем-то рублей. Очень бюджетно. И аромат действительно потрясающий. Я просто в него влюбилась. Очень крутой. Я очень рада, что у меня есть теперь такой тестер с такой классной крышечкой. Теперь даже не стыдно куда-то поставить на туалетный столик или еще куда-нибудь. Я тоже люблю, когда флакончики красивые, когда есть крышечка, когда смотрится все красиво, презентабельно. Так что заказиком этим я очень довольна. Так, ну и непосредственно к этому аромату Colors of Love. Давайте тоже потестим, чем вообще пахнет. Тоже очень интересно. Так, сейчас я, наверное, сбрызну на свою руку. Поначалу, конечно, спиртом отдает, но не сильно. Ну, такой, знаете, очень-очень простенький, такой дешевый аромат. Можно, наверное, сказать, что да, действительно, набрызгаешься этим ароматом и поймешь, что ты набрызгалась какой-то водой за 200 рублей. Ну, такой сладенький, такой девчачий, какой-то конфетный. Ну, абсолютно не запоминающийся такой аромат. Вот если вы придете в какой-то дешевый парфюмерный магазин, тоже возьмете какую-нибудь воду из этого разряда, вот будет пахнуть именно так. Чем-то даже напоминает какие-то карамельки-барбариски. Вот что-то есть кисленькое в этом аромате. Ну, и, конечно, какие-то фруктики. Такой сладко-фруктовый. Ну, в принципе, ничего. Пользоваться, да, можно. Но, конечно, такой он немного дешевенький, поэтому я, скорее всего, его буду использовать просто дома. Как какой-нибудь парфюмированный спрей для тела. Но на улицу я, наверное, с таким ароматом выходить не буду. Наконец-таки я дождалась курьера. Курьер мне привез посылку из интернет-магазина Lush. И давайте покажу вам, что я там заказала. Вот такая вот коробочка мне пришла. Эта посылка не мне. Я делала заказ одного набора, который я подарю своей коллеге. У нее в мае будет день рождения. Это будет один из подарочков. Так что давайте распакуем и посмотрим, что там. Распаковала я коробочку. Здесь у нас лежит накладная, в которой указано, что я заказала. Это набор Рокки. Наверное, так считается. Стоил 1000 рублей. Вот. Только вот открыла посылку и пошел такой потрясающий аромат косметики Lush. Вот когда заходишь в Бутик Lush, вот тот самый аромат. Кто покупает косметику Lush, тот меня поймет. Вот такая вот здесь картонка. И ух ты, смотрите, какая красота. Здесь лежит вот такой вот классный подарочный наборчик с такой ленточкой золотистой. Тут у нас написано название этого набора. Очень круто упаковано. Прям на подарок, девчонки, самое оно. Красота. Да, вот здесь написано Рокки. Так. И вот здесь вот можете прочитать состав набора. Здесь у нас идет пена для ванны Оптимист и бомбочка для ванны Ракета. В общем, я заразила свою коллегу косметикой Lush. Показывала ей как-то бомбочку, которую я использовала. У меня она была такая синяя с блестками. Я уже не помню, как она называется. Какая-то космическая бомбочка. Ей тоже очень захотелось. Но, конечно, бомбочки эти стоят недешево. Но я помню, что она хотела попробовать. Поэтому вот решила ей тоже подарить. Классный наборчик. Но это, опять же, повторюсь, будет один из подарков. И еще что у нас тут было. Это я не знаю, что это такое. А, девчонки, представляете, это положили мне, видимо, пробник. Овсяная маска для лица. Такой вот милой баночки. Ой, классно, здорово. Хотя, когда я делала заказ, не было указано, что там будет какой-то пробник или какой-то подарочек. Ну, знаете, так очень миленько. Очень нравится косметика Lush. Особенно их всякие разные масочки для лица. И за телом мне тоже нравятся средства. Давайте вскроем, понюхаем. Вот так вот выглядит масочка. Ммм, аромат такой прикольный. Прям такой натуральный-натуральный. Вот, здорово. Обязательно потестируем этот продукт. Надеюсь, мне понравится. В общем, вот такой классный был заказик. Я осталась очень довольна. Особенно мне нравится вот это оформление, вот эта упаковка. Прям вообще супер. На этикетке подарочного набора, кстати, нарисовано, как выглядит пена и бомбочка. Пена вот такая вот оранжевенькая. Бомба выглядит в виде ракеты. Но она тоже должна давать синюю воду с блестками. Здесь написано Lush. Надеюсь, мои коллеги понравится этот подарочек. Показываю вам свой небольшой забег в магазин Dixie. У них с сегодняшнего числа, 6 мая, действует какая-то суперкрутая распродажа. Какой-то там черный уикенд. И были крутые скидки. И покажу вам, что я взяла. Я заходила в два магазина Dixie. Можно было, конечно, путешествовать и дальше. Искать какие-нибудь наборы по крутым выгодным ценам. Но я решила сейчас не ходить. И взяла вот что. Купила вот такую жвачку Dirol. Это все по акции. Дальше Kinder Boina. Вот такая жвачка клубника и черешня. Шоколадка Ritter Sport стоила 49 рублей. Хрустящее печенье. Паста Colgate вот такая вот тоже стоила 49 рублей. Вот такое вот печенье с желейкой Яшкина. Вот это средство стоило 149 рублей. Это черный жемчуг Dream Cream. Эмульсия для лица. Кстати, давно я хотела попробовать. Конечно, это уже далеко не новинка. Но по акции последний тюбик я забрала. Потом взяла вот такие тарталетки Кухмастер. Клубничные, кстати, очень вкусные. 59 стоили. Так, и по наборам. Первый набор, который я купила, стоил 199 рублей. Это мужской набор. И внутри набора у нас идет небольшая пена для бритья и также станок. Но за 199 рублей, мне кажется, цена просто отличная. Мне как раз-таки нужен новый бритвенный станок. Какая разница, каким пользоваться, мужским или женским? Главное, что тут есть лезвие. И главное, что можно побриться. Поэтому абсолютно никакого смысла нет. Будет это Винус, бритва или это будет жилет. Следующий набор тоже был по крутой цене. Тоже последний я забрала. Это Дионика. Тоже для мужчин. Я вот это уже все раздербанила, чтобы вам показать. В наборе была пена для бритья Дионика. Кстати, хорошая пена. Когда-то у меня была подобная. И также еще один станок с тремя лезвиями. Тоже про запас. Мне пригодится. Наборчик стоил 149 рублей. Всего лишь. И еще один набор за 99 рублей я купила. Состоял он из двух средств. Это шампунь и гель для душа. Тоже я уже открыла. Шампунь Шаума Сила Кератина. Шампуни лишними не бывают. У меня они улетают довольно-таки быстро. Поэтому пусть будет. И вот такой гель для душа. Масло Муру Муру. Цветочный зеленый аромат. Я обожаю гели от Фа. Здесь очень приятный такой тонкий цветочный аромат. Тоже гели для душа здесь у меня не так много. Здесь запасов у меня никаких нет. И гели тоже улетают быстро. Поэтому очень я довольна этой покупки. Чем можно заниматься дома на самоизоляции? Конечно же, встречать курьеров. Я уже даже не знаю, какой это по счету курьер. Принес мне мой заказ из интернет-магазина лабиринт.ру. Вот в таком вот пакетике пришло. Заказывала я не себе, а тоже на подарок. Здесь сертификат. Вот так вот он запакован. Давайте его вскроем. Вот такой классный сертификат. Здесь можно было выбрать картинку. Я выбрала поэтов. Он такой красненький. Здесь получается как бы открыточка. И внутри сертификат. Подарок хорошему человеку. Сертификат на 2000 рублей. На покупки именно в интернет-магазине лабиринт. Это для моей коллеги, потому что у нее в конце апреля был день рождения. Вот когда мы с ней встретимся наконец-таки, когда пойдем на работу, я ей подарю. Скорее всего, это будет где-нибудь с середины мая или конец мая, потому что нам нужно до 1 июня заполнить всем журналы. Поэтому мы в любом случае в мае с ней увидимся. И вот такой вот подарочек я ей подарю. Прикольно, что можно дарить такие вот сертификаты. Я как бы долго не думала, что ей дарить. Она любит читать различные книги, фэнтези. Поэтому решила подарить ей именно такой сертификат. И мне понравилось, что можно подарить сертификат лично в руки. Сейчас в режиме самоизоляции многие магазины перешли на электронные сертификаты. Но это, мне кажется, не очень как-то удобно. Да, ты можешь отправить человеку на почту, либо по смс. Он получает код, вводит его при оформлении заказа и, в общем-то, покупает. Здесь тоже будет, скорее всего, какой-то код. Но, по крайней мере, это вещь, которую можно потрогать и подарить. Поэтому я, в общем, осталась довольна этим заказом. Продолжение следует... Продолжение следует...